Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас хорошее приложение в разборе – мессенджер Briar. Если говорить о защищенных мессенджерах с ударением на защищенный, то я бы отнес его к первой десятке. Есть у Briar один недостаток, но об этом скажу в конце. Сейчас я всегда улетаю и остается экран со скринкастом, но у Briar на самом деле есть еще один недостаток. Ну то есть это в принципе достоинство, но для тех, кто делает скринкаст, это недостаток. Он не позволяет записывать экран. Поэтому я сделал несколько фотографий на фотоаппарат и буду периодически появляться, чтобы не было скучно. Тем более, что про Briar и так-то в принципе больше нужно рассказывать, чем показывать. Сам мессенджер запредельно простой. По нему нельзя звонить, с его помощью нельзя отправлять файлы, здесь нет даже смайликов. Только сообщение. Зачем тогда он нужен, спросите вы, чтобы переписываться, не опасаясь за безопасность этой переписки. То, что это открытый исходный код, то, что тут сквозное шифрование переписки и групповых чатов, это не редкость для защищенных мессенджеров. Полностью открытого кода, кстати, нет ни у Телеграм, ни у Ватсап, ни у Фейсбук мессенджера. То, что он использует Тор при соединении через интернет, это хорошо, но тоже мало. То, что он не привязан к номеру телефона, то есть абсолютно анонимный, это совсем хорошо. А вот то, что он полностью децентрализован вкупе со всем остальным, этого уже достаточно. У Бриар в принципе нет какого-то центрального сервера, поскольку это мессенджер для одноранговых меш сетей. Причем связь peer-to-peer он держит по Wi-Fi и Bluetooth, что на практике означает то, что вы можете переписываться, не имея доступа в интернет. Например, по Bluetooth, но для этого вы должны быть в зоне Bluetooth-соединения с кем-то, кто также использует Бриар. Ну то есть сеть образуется здесь и сейчас и ваше сообщение может быть доставлено собеседнику, даже если он не в зоне прямого Bluetooth-соединения с вами. Каждый мобильный с Бриар становится узлом сети, то есть можно соединяться с ближайшими соседями, например, по Bluetooth, а через них с другими участниками сети. Это уже в некотором смысле изюминка. В случае стихийных бедствий, блэкаутов, случайных или намеренных, то есть в случае отсутствия интернета вы сможете переписываться со своими контактами. Так, ну давайте уже что-нибудь сделаем. Скачать Бриар можно на Google Play и F-Droid. Процесс установки остался у меня на записанных скринкастах, которые превратились в набор черных квадратов Малевича. Но в принципе установка там простая. Указывайте логин-пароль. Да, Бриар никак не привязан к номеру мобильного. Это важно, если говорить про защищенные мессенджеры. Все сообщения в зашифрованном виде хранятся на вашем телефоне. Еще раз, тут нет никаких серверов. Неважно с ключами шифрования, без ключей шифрования, их просто нет. Сообщение пришло и осталось у вас до удаления. Никаких копий нигде не сохраняется. Ну, только у собеседника. Поэтому ваш логин – единственный ваш идентификатор. И чтобы быть уверенным, что вы – это вы, а собеседник – это тот, за кого он себя выдает, тут сложная система добавления контактов. Нажимаете на плюс и выбираете либо контакт на расстоянии, либо контакт поблизости. На расстоянии это значит нужно обменяться вот этими ссылками, используя любые каналы связи. Причем именно обменяться. Вы отправляете собеседнику ссылку и ждете, когда он пришлет вам свою. Только после этого он добавляется в контакты. Либо можно выбрать добавление контакта поблизости. Тогда он запросит доступ для поиска Bluetooth с другими устройствами и предложит отсканировать QR-код собеседника, который должен быть естественно рядом с вами. А собеседник должен отсканировать ваш QR-код. Собственно, такая схема добавления контактов продиктована требованиями безопасности. У вас не может появиться тут случайный контакт. Только те, кому вы доверяете. Ну и собственно все. У вас появился первый контакт. Вы можете с ним переписываться. В правом верхнем углу настройки можно удалить сообщение или сам контакт. При удалении сообщений, кстати, они останутся у собеседника. Я говорил, что все сообщения за отсутствием сервера навсегда становятся вашей собственностью и собственностью собеседника. Ими нельзя управлять на расстоянии. Далее в левом верхнем углу основные закладки. Вы можете создать приватную группу. В нее можно добавлять участников, причем только из числа ваших контактов. Добавленные участники не могут добавлять кого-то еще. Также можно создавать форумы. Это то же самое, что группа, но сюда уже участников можете добавлять не только вы, но и все добавленные участники форума. И можно написать что-то в блоге. Можно сказать, что это глобальная группа по умолчанию. Запись увидит все ваши контакты и если кто-то из контактов что-то напишет в блоге, вы это соответственно тоже увидите. Ну и еще тут есть настройки. Их немного, лучше не трогать, но уведомления можно и отключить. По умолчанию Бриар посылает звуковые уведомления при любом действии собеседника. По меньшей мере можно отключить уведомления блога. Вот такой немного странный скринкаст, но когда дело касается безопасности, на уровне более продвинутом, чем защищенные сообщения в WhatsApp, все становится немного странным. Это проверенный мессенджер для активистов, журналистов и всех тех, кто нуждается в защищенном, простом и надежном канале для коммуникаций. Теперь про главный недостаток Бриар. У него нет версии под iOS. И недостаток этот серьезный, если учесть, что мессенджер этот для групповой работы. И если в группе у кого-то iPhone, все начинает немного хромать. Но я надеюсь, что недостаток этот будет в ближайшем будущем устранен. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok